Какие же, для всех? Соканди верит вас, для мусульмана. Могут ли вы жениться два раза на двух женах, как и мусульмана? По закону, одновременно. В Индии они могут, мусульмана. У них отдельный закон для мусульман. И если вы говорите три раза талак, 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 то вы можете сделать девушку с такими девушками. Таким образом, если они говорят три раза талак, 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 то они тут же получают развод, а те бедные жены находятся на улице с многими детями. Таким образом, вы видите, если дети из таких родственников есть там, то вы должны рассказать им об общих точках. Если дети из таких происхождений находятся там, вы должны идти в общие государственные черты, говорите, ну, законы, способ чистки, в общие, ну, русские. Но главное, что им должно быть сказать, как должны уважать мать. Как должны мать, как женщины должны быть уважать. Таким способом природным они начнутся меняться. Если это такие хорошие идеи, мысли дать им в голову, тогда они просто откажутся от тех условностей своих родителей. Швимараджи, хватит ли нам времени для того, чтобы таким образом изменить все? Швимараджи, есть ли много времени для того, чтобы сделать все эти изменения? Очень много есть. Вы видите, сейчас, что случилось, я говорю, что как спутник работает, он знает это. Вы знаете, как спутник работает? Вы видите, первая часть двигает все остальные этапы. Он идет до определенной высоты, он так взрыв, и всех остальных прискорит ближче. Второй взрыв, и еще скорее идет. И в конце концов идет в эфир, в космос. И так и в нашей эволюции или разработке у нас был физический взрыв, эмоциональный взрыв, и ментальный взрыв. Это цивилизация западная. А сейчас получается последняя, духовная. И вы находите сейчас именно на этом этапе. И это, именно это есть время. Время настало. Это очень быстро будет. Теперь вы видите, что Сахаджа-йога распространяется как пожар. Я пришла в Россию в первом году. В 89 году. В 89 году. В 89 году. А сейчас, то распространяется в 108 городах. Ну, 65, что ли, стран. В таком коротком времени. Я даже не знаю вашего языка. И не знаю много вашей истории. Ну, кроме чуть-чуть про Ленина. Смотрите, как распространилось Сахаджа-йога. Время настало. Для всех ходить под одним богом. Мы все проходим своей Богом, Шримададжи. Это все. Менезий не может прорицей. Там не может прорицей. У язык не является границей. У языка не есть сбор. Шримададжи, языка не привык. Русские люди, это великое. У людей не много. Это большинство. Не в Америке. Они не зарабатывали так, как здесь. Время пришло и место пришло. И эти дети, очень много великих душ, рождены именно сейчас в этой стране. Это лучшая страна, где рождаться. Даже в моей стране, я могу сказать. Вы знаете, что в Англии цепи по рождению у них есть минус, но умерших больше, чем... Это называется демографический кризис. Да, в каждом месте. Почему? Потому что дети не хотят рождаться именно в Кистан. Будут здесь рожденными, в Индии будут рождены, в Румунии, Балгарии, Дзекуславы. А Украина? Конечно. Конечно. Мать как единую. По духу и по чертах. Почему я спросил о времени? Хватит нам если идти вот самого низа, да? Почему? Потому что по сведению многих, так скажем, людей, которые видят, слышат, да? Наступает вот, 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 вот. Что? Что? Да. Если проникаются эти добрые силы, люди хорошие поднимаются, так же и те, что не поднимаются, они будут разрушены. Все те, кто духовно на сегодня просветлены, как-то продвинут в этом духовном плане, они останутся и будут творить дальше. Он спросит, что люди, которые сейчас идут к духовности и восхищены, они будут оставлены, а другие будут уничтожены? Я не знаю, что делать, потому что даже в Аге уже не хватает места. Они будут проникывать лимбу. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Они не должны быть в Царстве Небесном. Недостойные говорим. Они не честные. Они не сострадательные, не агрессивные. Даже преступники могут поменяться на лучшую сторону, но если не хотят меняться. Как господин Ширак. Где мы его поставим? Что мы с ним сделаем? Но в политике они не понимают одной истины, именно той, что в политике вы не должны получать деньги. Вообще нет. Потому что если вы захватите деньги, то ваш престиж исчезает. Падает. Вы должны захватить, не захватить, а заработать известность в мире, свою знаменитость. Слава. Слава. Вы должны, извините, приобрести славу в политике. Это в этом то. Как Абрахам Винкова, Адма Ганди, все такие. Это книга Лал-Бахадар Шастри. Я должен вам передать книгу Лал-Бахадар Шастри. Он был самый честный. Мой муж был официальный секретарь. В Индии. Он в Ташкенте умер. Мой муж был его первым секретарь. Видите, он тогда реализован душой. Пришел в Ташкент. Приехал в Ташкент. Где он умер из сердечного. И мать просто настаивала на своего мужа, чтобы он написал памятник в книгу. Мой муж так тяжело работал. Мой муж так тяжело работал. Мой муж так тяжело работал и в конце он был секретарем генералом Убуно. Его выбирали 138 стран. У него так много премий из разных стран. Но теперь он сказал, что только после писания этого книга получил славу. А он, как бюрократ, он писал много-много фапочек, информации, все напрязнил. Я вам дам эту книгу. Спасибо. Очень приятно. Александр Владилович. Сын? Александр. Александр. Горошка. 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 Александр. Александр. Все Александры были хорошие. Говорит, все Александры великие. То есть Александр Македонец. Да, Александр Македонец. Он пришел в Индию и женился на индийской. Историю знаю. А историю он знает. Он знает историю, Шри Мараджи. И когда он посмотрел на благородность индейцев, он сказал, я с ними не разберусь. И тогда додвинувся я обратно. Шри Мараджи, он сомневается в переде, пожалуйста. Не опасный подъем кундалини. Вот пишу такое. Шри Мараджи. Он немного боялся о том, что кундалини опасно. Ни в каком. Пишут. Пишут. Они пишут. Он читал книги. Он читал книги. Он понимает. Как они говорили в книгах? Почему? Они не хотели, чтобы люди получили истину. Смотрите на то, как человек Гопи Кришна. Его личность, личность в жизни, он был очень грязный. И он сказал, лучше им про кундалини просто не то говорить, чтобы люди к истине двигались. Это ваша Матерь, ваша собственная Матерь внутри вас. Тоже желает вам дать ваше второе рождение. И она все знает про вас. Как кассета. Как кассета. Как то собственно Матерь может вас что-то плохо сделать? Когда вы были родители, ваша Матерь на себе взяла боль рождения. Как она могла вас что-то родить? Но об этом я читал у некоторых индийских авторий. Но он читал это из индийских книг. Гопи Кришна. Много таких. Мать говорит, что мы можем их назвать даже преступниками. И по характеру очень плохо. Я вам покажу. Мать говорит, что это Мулладара. Разные виды. Это на базе Человека-Позвеночника. Вот находится там, в угольной косточке. Эта чакра ответственна за все наши мочевые расходы. И включай секс. Кундалини пересекает только шесть центров. И этот центр ниже Кундалини, он не в процессе. Это первый центр. А здесь Кундалини выше на самом деле. Она находится в другом косточке. Греки древние знали про это. Это путь Кундалини. Это путь Кундалини. Канал. Если они пробуют Кундалини поднимать из сексуальных районов. Тогда это Божество как является суть невинности. Это Божество. Оно гневается. И он начинает давать жар во всем теле. И он должен знать, что при пробуждении Кундалини это чакра и качество нельзя нарушать. Нельзя нарушать. Когда Кундалини поднимается, вы обнаружите, что ваши нужды, помочь, то они исчезают. У вас это просто беспокоит в это время. Иногда у нас есть программы 9 часов. Мать найдет ванную комнату и мы находим ванную комнату. Там исчезают все эти движения, функции по этому поводу. Это невинная, совершенно невинная чакра. Христос говорил, что вы должны быть как дети, чтобы войти в Царство Небесное. Значит как дети, значит невинные. А эти ложные и лжи пользуются сексом на это. И потому получается это не так, это неправильное действие. Это действо. Это просто инсалт. Ну то против матери есть большой грех, говорим тогда. И девственность. Кстати, тот Шри Ганеш, то Божество, он как-то защищает девственность своей матери. Очень любопытно, как интересно, как он это сделал. Но в конце концов, это четыре лепестковые муладары превращаются в Агрию. Значит в первой и шестой. Я говорила, что Христос. Значит Ганеша как Божество никогда не принимал инкарнацию человека. Он является как вечным дитя. Значит тогда Ганешу никогда не инкарнировал, он инкарнирует как Христос. Суть невинности. Все может иметь доказательства, как реально можно трогать. Я говорила давно, что эта чакра сделана из кислородного атома. Что имеет четыре валенции. Весь делает изображение, фотография этого атома углорода. У нас есть ученые. Если вы смотрите на эту фигуру, то есть тетрагедрон, как пирамид, тетрагедрон. Если справа слева вы видите свастику, как зудоображение. Если из там того боку смотрите, то видите Омкару, то есть знак Ом, Вечности. Я давно им это сказал. Если вы смотрите из долины, снизу вверх, вы видите знак Ом и Ом. Христос говорил, что я Ом и Ом. Это доказательство. Но еще один доказательство. Ухайки Афрокатские, вы не знаете, в Санкт-Петербурге? Доктор Канн. Ученый здесь приехал, из Индии. Я говорила всем им, что у нас все чакры имеют как-то хозяйские чакры на разных точках нашего мозга. Значит, мы только сейчас. Удивленнее было, когда из Новосибирска, где там мерили, типа само увеличение тета, волни тета, что оказывается измерение волни тета, а альфа тета, тета. И они так всем сканером это делали, по энтерфилограммам, и потом сканировали. И там наши ребята, ну там тот ученый, давал внимание, говорим, на эту чакру. И появилась эта точка большего, самое большее изменение здесь. Что мать нам 10 лет назад говорила это. Здесь, она находится справа и лево здесь. Там сердцевая чакра, прямо в центре, такой родничок. И сейчас появилось, говорим, доказательство через ученых, русских. То, что мать уже давно, 10-15 лет назад, нам говорила, что это так есть. То есть сердечная чакра, она открывает сахару? Да. То самое, да. Это центр. Это как бы хозяинская чакра, то есть частной сахаре, где все те самые высшие питают свой звязь. Это шумар. Это шумар. 10-15 лет назад. И сейчас, мать говорила нам, где-то 15 лет назад это. Ну там есть у нас диаграммы, схемы наши, а только сейчас появилось доказательство по научной жизни. Да. Да. Обычно такое закрепство. Очень интересно. То, что Канг сделал с собой. Это книга, что я написал для детей. Очень красиво. Все дети здесь. Все дети здесь. Ахаха. Так. И я вижу, да. Теперь, что я говорю, что я хочу дать вам эту книгу. И вы можете увидеть через Гаврюандр, как они просто исчезли. И мать тут дала суть, как воспитывать детей. То есть Ваше, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо большое. Это та школа Гималай. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. И М once again it's pretty similar. – Diária – у меня не просто. Если ты знаешь что жимала, они не простые. И Молай pájar не обычны. Ну, да, я не манну. Questo – из своего старого мира. Я сам очень долго занимался туризмом. Он был рядом с Тенчанем, на Памире. И Мать говорит, что сейчас буду поковать землю возле какого-то озера. Ну, чтобы там для детей и для всех. Йоги has done all the job. Йоги Марджан сделал всю работу по школе. Спасибо вам большое. Я был очень рад встречать с вами. Он был очень рад, что встретился с вами. Спасибо большое. Я очень много получил из нашего разговора. Он чувствует, что он очень много получил из вашего разговора. И я вам покажу еще несколько книг. Потому что он понимает английский язык. Понимаю, да? У вас есть карточка. А, да, да. Карточка где пошла? Да, да. Да, да. Да, да. Как вспоминает. Хорошо. Так что мы должны попросить, что вы говорите. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. И я желаю вам всего лучшего для развития. Для эволюции в ваших детей. Спасибо. И России в том числе. А, русские дети. Русские дети. И также России, конечно. Спасибо. Спасибо. Вы патриот. Всем привет. Продолжение следует...